Как известно, Библия, по-гречески книги, представляет собой собрание весьма разнообразных памятников, законодательные тексты, фрагменты хроник и летописей, социально-политические и религиозные памфлеты, как в прозаической, так и в поэтической форме, подлинные исторические документы и исторические повести, мифы и сказания, произведения поучительного и религиозно-философского характера, духовная поэзия и сочинения любовно-эротического содержания и другое. Все эти разнородные произведения создавались в самое различное время в течение целого тысячелетия, от XII века до н.э. вплоть до середины II века до н.э. Процесс канонизации длился несколько столетий и был связан с деятельностью так называемых массоретов или хранителей традиции, от еврейско-арамейского слова массора, предания, традиция, ученых к богослову, проведших большую филологическую и редакторскую работу над текстом Библии. К VII-VIII векам н.э. был окончательно зафиксирован не подлежащий никаким изменениям библейский текст, который в этом виде и сохранился до наших дней под названием массоретского текста. Древнейшими дошедшими до наших дней рукописями библейского массоретского текста являются две рукописи Ленинградской публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Рукопись Британского музея и рукопись Алеппо-Кодекса Шера, датируемые концом IX и началом X веков н.э. Подавляющее большинство всех остальных библейских рукописей датируются XII-XVI веками н.э. Помимо еврейского текста Библии до нас дошли древнейшие его переводы на греческий и латинский языки. Особое значение имеет греческий перевод, сделанный в Египте в III-II веках до н.э. Так называемый перевод «семидесяти толковников» или часто существенно отличающийся от канонизированного массоретского текста. Древнейшая рукопись дошла до нас в списке IV века до н.э. Эти краткие сведения позволяют понять научное значение найденных в кумранских пещерах рукописей библейских книг. Кумранские рукописи библейских книг, выполненные палеоеврейским и квадратным письмом, представлены различными версиями и редакциями. Самаритянскими версиями пятикнижия, прото-самаритянской версиями, оказавшимися прототипом септуагинты, прото-массоретской и редакцией, близкой к массоретской, а также смешанными типами. Кумранские библейские рукописи датируются IV веком до н.э., I веком н.э. Это значит, что древность рукописной традиции Библии отодвинута на 13-14 столетий вглубь веков. Это означает также, что история библейского текста и его канонизация ставятся отныне на прочную научную текстологическую основу. До сих пор опубликована лишь незначительная часть найденных библейских рукописей. В процессе их дешифровки и предварительного изучения мы обогащаемся рядом новых интересных фактов. Так, в 1962 году с Эндерсом США были опубликованы предварительные результаты изучения успешно развернутого свитка псалмов из 11-й пещеры. В нем оказалось 44 псалма от 93-го по 151-й. Из них 37 канонических и 7 не включенных в свое время в канон. Обращает на себя внимание, что последовательный порядок псалмов резко расходится с принятым в каноне расположением. Так, например, в Кумранском свитке мы встречаемся с таким порядком 105, 146, 148, 121, 130, 132, 119 и так далее. Последние 4 псалма 150, 140, 134, 151 и среди канонических 37 псалмов находится также псалом 151, известный до сих пор только по греческому тексту Библии. Весьма интересна судьба 7 новых неканонических псалмов. 5 из них оказалось старыми знакомыми науке. Английский ученый Райт впервые опубликовал в 1887 году 5 неканонических псалмов на сирийском языке. В 1930 году семитолог Нот предположил, что сирийский текст является переводом с еврейского и реконструировал еврейский оригинал трех сирийских псалмов. В 1958 году профессор Делькор и профессор Филоненко, независимо друг от друга, пришли к выводу о кумранском происхождении этих сирийских псалмов. Какого же было приятное удивление ученых, когда в ноябре 1961 года в развернутом кумранском списке свитке псалмов оказались два псалма, тех, которых в точности соответствует сделанному нотам в 1930 году переводу с сирийского. Блестяще также подтвердились предположения Делькора и Филоненко. Большой научный интерес представляет также развернутый 1962 году голландскими учеными Вандер Плогом и Вандер Вуде святок книги Иова на арамейском языке из 11 пещеры. Книга Иова – одна из наиболее выдающихся произведений религиозно-философской поэзии. Известно, что книга Иова оказала глубокое влияние на развитие европейской философской поэзии. В частности, пролог к Фаусту Гёте построен на мотивах книги Иова. Вспомним также Оду Ломоносова на мотивы Иова. Основная социально-этическая проблема, трактуемая в книге, – это причина зла и несправедливости на земле. Почему праведные и честные люди страдают, в то время как бесчеловечные, бесчестные люди благоденствуют? В этой книге всесторонне и глубоко для своего времени рассматриваются также проблемы абсолютной безотчетной веры и глубочайшего скепсиса и неверия. Большой научный интерес представляет и история создания этой книги, выделение ее первоначального ядра, подвергшегося последствия редакционной обработки с благочестивыми дополнениями. Между тем, изучение этого очень сложного для понимания произведения затруднено обилием темных мест. До сих пор не выяснено значение сотен слов. В книге множество арамеизмов и искаженных арамейских слов. Встречаются стихи, состоящие наполовину из еврейских слов, подчиняющихся еврейскому синтаксису, и наполовину с арамейской лексикой и арамейским синтаксисом. Новый открытый арамейский текст книги Иова, согласно предварительному сообщению Вандерплота, во многих случаях дает более ясный смысл. Палеографический Вандерплот датирует свиток около 50-го года н.э. Язык же его весьма близок к языку книги Даниила, это второй век до н.э. И на этом основании Вандерплот датирует сам текст второй половины и второй века до н.э. В итоге Плох приходит к выводу, что перед нами древнейший из арамейских переводов – Таргум, книг Библии. В этой связи Плох напоминает известное талмудическое сообщение, что рабам Гамлиэл, согласно деяниям апостола, учитель будущего апостола Павла, велел замуровать в стену Таргум Иова. Плуг не коснулся другой возможной трактовки. Давно уже в науке было высказано предположение, что еврейский текст книги Иова – перевод с арамейского оригинала. Надо надеяться, что опубликование свитка Иова значительно продвинет решение важной историко-литературной проблемы языка, среды и времени создания этой книги. Изучение опубликованных свитков и фрагментов библейских книг, а также кумранских комментариев на библейские книги, обнаружило весьма примечательный факт. Бесчисленные исправления библейского текста, предложенные библейской критикой за последние два столетия, как правило, не подтверждаются древнейшими в настоящее время библейскими рукописями из кумрана. Это говорит о том, что дошедший до нас масорецкий текст основан на хорошей рукописной традиции. Опубликование всех этих найденных библейских текстов открывает новую страницу в изучении и научной критике библейской литературы.